Добрые ранницы! Вас витает служба информации телерадиокомпании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Державных узнагород Республики Беларусь за шматгадовую працу, особистую мужность, проявленную при ликвидации надзвычайной ситуации, значные уклады у передоли не наступству катастрофы на Чарнобыльской АЭС удостоены 12 человек у разных сферах деяности. Орденом Айчины третьей ступени узнагороджены старшиня Гомельского Аблвыконкама Владимир Дворник. Старшиня Нараулянского райвыконкама Валерия Шляга удостоены орденом Пашаны. Семь человек удостоены медаля за працуные заслуги. У их лику наместник старшиня Гомельского Аблвыконкама Владимир Горбачоу, старшиня Гомельского Аблвыконкама Петр Кирыченко, старшиня Международного Доброчинного Громадского Объединения Допомога Детям Чарнобыля Геннадь Карецкий. Передвыборная парламентская кампания у Беларуси набирает обороты. У Гомеля отбылося первое посаджение областной комиссии по выборах депутата у Палаты представников национального схода Республики Беларусь. Старшиня комиссии ее члены одноголосно обрали Миколая Стоша. Наместником старшини стала Тамара Лукьяненко, а секретаром комиссии – Олег Иванцов. Увесь керуючий состав уже мая в опыт работы у выборчих кампаниях. Так само члены областной комиссии затвердили план и режим ее працы. Инфоцентр по проведении выборов депутата у Палаты представников будет працевать штоденно у будинку Гомельского облыва Конкама, кабинет 212. По будних днях с 10 до 19 годин с перапынком на обед, а по выходных с 10 до 14. За каждым членам областной комиссии замоцевали конкретные выборчие округи. Усяго нагадаем их у регионе 17. И у каждой есть свои округовые комиссии. Яны в эти дни так само проводят посяжения с выборами керуючего составу. Все лето до речи поширенные полномодства округовых комиссий. Роль аж областной у першую чергу заключается у контроле и координации проведения выборов. Функции областной избирательной комиссии закреплены соответственно избирательным кодексом. Это прежде всего организация подготовки и проведения выборов депутата Палаты представителей на территории области. Распределение финансовых средств, которые будут выделяться центральной избирательной комиссией на подготовку и проведение. Это контроль за соблюдением законодательства на территории области избирательной. Это и равность возможностей для каждого кандидата в депутаты. У Гомельским Державным Техническим Университетом Мясухого отбылась встреча студентской молодости с делегатами 5-го Усебелорусского Народного Схода. Подчас мероприемства увага была нададена переважно державной политикой развития нашей страны на ближайшую пяти годку. Подчас встречи у большинства своей обмерковались вопросы, связанные с вытворчивостью и сучасными технологиями. У тем лику засвоения в этих сферах нового опыта и развития новых галин. И это не случайно, потому что присутные студенты, молодые специалисты, которые уже в ближайшее будущее не нужно будет применять сучасные технические распространения в вытворчивости. До того же, подчас встречи были обмеркованы вопросы социальной политики, а также миротворческие деятельности нашей страны. У приватности между конфессийного и между религиейного понимания, относительно до других национальностей. У целого главного идея мероприемства, которую с трибуны мкнулись до нести до молодых делегатов, это то, что махчимость жить у мостной и квитнейшей Беларуси залежить от кожных из нас. Якосно працовать, вести здоровый ладжиття и с чиро любит свою краину. Галунные складники розквиту нашей державы. Хотелось показать, что сегодня необходимо вкладывать в так называемые нематериальные активы, вкладывать сегодня в человеческий ресурс, вкладывать сегодня в интеллект. И это действительно случало лейтмотивом. Лейтмотив – это наш гражданин, человек, его благополучие, его благосостояние, его безопасность и его возможность для реализации. Наверное, это самое основное, что сегодня у нас есть. И то, что, наверное, в основе всего положено, в том числе и нашего недавнего крупного, очень высокого форума, который прошел в городе Минске, 5-го Всебелорусского народного собрания. У высшейших научальных установок Гомельской области уносят коррективы в учебные планы и разглядывают варианты больше тесного супрациониста с предприемствами. Необходность удосконаления национальной системы эдукации выкликана долучением Беларуси до Балонского процесса и необходимостью выполнения решений, принятых на 5-м Всебелорусском народном сходе. Какой должна быть айчинная высшейшая школа? Отказ на питание шука у Олег Синсерову. Удосконаливание системы национальной эдукации в ответственности с потребованиями инновационной экономики не наведо такая задача поставлена перед галиной на 5-м Всебелорусском народном сходе. На практицах это значит, что высшейшие научные установки повинны больше тесно сопротивляться с вытворчестью и расставать специалистов, которые должны вырабатывать любой конкурентно-здольный продукт. Гомельский Державный Ганглево-экономичный университет с поживецкой кооперацией сегодня користается популярностью не только сирот белорусской молоди, сирот студентов установки, представники Азербайджана, Молдовы, России, Туркменистана, Турции, Украины. У администрации Пиракананы студентов привабливают перш за всю якость эдукации. Те же информационные технологии в учебном процессе, которые на протягу пяти годов повинны заявиться во всех высшедших научных установках в Беларуси, угомили уже реальность. А вот в очередь сдавать экзамены, тут можно дистанционно, для чего в Ганглево-экономичном набыли ответные обслуживания и зарабили специальные кабинеты. Здесь преподаватели могут общаться со студентами, которые находятся удаленно от них, и отвечать в режиме реального времени на вопросы студентов. Вся необходимая информация находится на сайте дистанционного обучения, там находятся все электронные курсы, материалы, и в течение семестра студент их изучает. Одна из проблем сучастной белорусской высшей школы — одорванность от реальных клопотов и творцев. У всех студенты проходят на предприемствах практику, но часто она первотворяется в случайное обавление часу. Шматы, какие керуньки лечить залепшие, обыходятся без допомоги даже практически дипломованных специалистов, не то и что студенту первых курсов. Такие относены, сломаются разными причинами, но в любом случае это никаким чином не спрояя подрисоваться высококвалифицированных кадров. Это пытание так само обмерковывалось на пятом усебелорусском народном сходе. Это возможно создание научных производственных кластеров, когда университет использует базу организации предприятий для проведения практики студентов и когда научные разработки внедряются на этом предприятии. Причем создание научного продукта это результат совместный и ученых вузовских, и работников реального сектора экономики. Олег Синтюров, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель». Инвестиции, инновации, поддержка талиновитой молодой и здоровый лад життя. Об этом подиага ворка у черговом эфиры диалога. У студии на питание ведущего будет отказывать депутат Палаты представников национального схода Республики Беларусь Алан Авумчик. Главной темой программы станет питание поляпшения системы эдукации под рыхтойки специалистов высокого озроуни у ВНУ Гомельской области. Программа выйдет у эфир сёня на телеканале «Беларусь-3» у 18.01.50. Свои питания вы можете задать по телефону, по номеру промога эфиру «Гомели» 77 68 45. У меток скорочения колькости беспрацовных у Гомель укораняется практика проведения дзен предприемствов. Они будут проходить на базе управления по праце, занятости и социальной обороне и закликаны допомогчи працу ладковаться часово непрацуючим. Заполнение анкет, презентации працовных местов и пропануемая зарплата. Дни предприемствов повинны ознайомить беспрацовных с попытом на специалистов на конкретных предприемствах. Як чекается такая практика дозволить знизить напруженность на рынку працы. Что тычется огольной ситуации, то по словах керауниства управления по праце занятости и социальной обороне Гомельского гарвы Конкама за пошлим месяц узровень беспрацовья у областным центры знизился на 0,1% и зараз складая 1,1%. Гэта малю двоя меньше доведенного прогнозного показчика. За пераджением графику у Гомели так само выконывается задание по створению на предприемствах усих формов улазности новых праціонных мест САУ. Можем также констатировать тот факт, что доведено правительством задание по городу по созданию рабочих мест на действующих предприятиях будет перекрыто в два раза. Доводилось оно на первое полгода, но уже по итогам пяти месяцев оно перекрыто более чем на 300 мест. Сегодня на базе Мазырска, Галельчицка и Житковицкого районов отбудется 18-я сессия Гомельского областного совета депутатов. На разледжение вынесено пытание формирования и расповсюдживания национального туристичного продукта у культурно-туристичных зонах в области. Регистрация депутатов и усих запрошенных отбудется у фойе Мазырского райвы Конкама с 9.10 до 9.50. Початок пленарного посаджения у 15 годин у Туровя. На Гомельщине развиваются молодежные бизнес-инициативы. Продпринимальные юнаки и девчата имкнутся не просто заработать гроши, а разнастаять экономику новыми накерунками. Например, студенты из Белорусского Держа Университета Транспорта придумали проект по створению эксклюзивных моделей велосипедов. Оценила вела новинки и наш корреспондент Марина Северьянова. Велоспорта в последний час становится все больше привабным способом здорового отпочинка. Например, я отримываю великое задовольнение навод от езды на обычный велосипед. Ну а иметь эксклюзивный вариант просто мара. От 3 миллионов рублей до 3 тысяч долларов, как кажут сами авторы проекта, на любой густ и достаток. Юнаки могут собрать велосипед как для удельников спортивных гонок, так и, например, просто для вельми высоких людей. Каким складано подобрать велосипед в магазине альбо на рынку. Транспорт могут оснастить руховиком и аккумулятором. Отримается электричный велосипед. Вот такие собрал себе Яуген. Здесь есть аккумуляторная батарея, собственно, само мотор по лесу, то есть вот мотор, который заспецован в обод. По контролеру управления, ну и также управление на руле, всем этим делом. В чем преимущество таких велосипедов? Так это в том, что в городе очень удобно, например, людям, едущим на работу, с утра передвигаться. Вы не тратите на это очень много энергии. То есть получается так, что вы не потеете, ну, приезжаете на работу или на учебу, ну, налегке. То есть основную работу выполняет электромотор. При этом вы можете помогать педалями. А если даже аккумулятор разрядится, то можете спокойно доехать на педалях. Для юнаков сборка эксклюзивных велосипедов по культуре только хобби. Кабы развить свой бизнес, треба каля 4 тысяч долларов. Хлопцы марат заработать необходимый стартовый капитал и в ближайшие годы засновать вытворчесть. Для этого потребный цех, склад комплектующих, готовые модели. Люди, які ведут толку бизнеса, кажут, что проект перспективный, неординарный и обовязково знайдит свою нишу. В Гобеле, ну и вообще, в принципе, в Беларуси люди пытаются выделиться. У нас идет такая тенденция, что все мы хотим быть особенными. И ребята пошли правильным путем, когда сказали о том, что мы не хотим делать велосипеды так, как делают все, чтобы они были стандартные. Мы готовы идти за потребителем, ставить под его запрос, под его желание. И также в их категорию попадут люди, у которых есть либо избыточный вес, либо какие-то проблемы другого характера. Также очень высокие люди, которые не могут себе подобрать велосипеды по стандартной, из-за того, что у них есть какие-то вопросы по здоровью. Это будет тоже их ниже, поэтому проект реализуемый и вполне может иметь все варианты на жизнь. За этим проектом веломеханики уже приняли удел в чемпионате молодь в предпринимательстве, где отримали высокую оценку жюри. Деясь сирот веломатра у Гомеля уже есть шмот тех, кто мертвует об двуколом транспорта с индивидуальным характером. Марина Северьянова, Сергей Лукашук, телеродокомпания «Гомель». Сегодня у Гомель прибудет перасовная музейная экспозиция к ветке Великой Перамоги. На передний музей БУС презентовал свои экспонаты же Харам Жлобина. Сегодня он сделает припынок в областном центре. Выстава начнет работу в 11-й годах на плясце Каля Лядового палаца. В перасовном музее будут представлены экспонаты, которые свечат про героизм белорусского народа и которые отлюстровывают историю вызволения краины от немецко-фашистских захопников. Выратуем водителей от спякоты. Акция под такой назвой прошла в Гомеле. Надзвучая теплая надворья, якая усталевалась на Гомельщине в опошние дни, отлюстровывается наддорожной ситуацией. У этой охарадшей дни супрационники ДАИСУ Польна с Гомельской областной организацией червоного крыжа и страховой компанией вырошили провести специальное мероприемство. Акция проходила в самом сердце областного центра на площади Мя Ленина. Инспекторы дорожно-патрульной службы спыняли машины, текавилися самочуванием водителя у их пассажиров. Разом со специалистами организации червоного крыжа находывали автоматом, как побегнуть аварийных ситуаций. Жидающим вымирали артериальный тиск, а кожный водитель отрымливал пятную воду и информационные материалы по оказанию первшей допомоги. Госавтоинспекция, конечно, еще раз напоминает планировать дальние поездки, запасаться холодной питьевой водой и, конечно же, планировать в часы либо после захода солнца, либо ранним утром. Не совершать необдуманных действий, соблюдать, конечно, скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, ну и, конечно же, соблюдать правила дорожного движения, при этом сохраняя жизнь себе и своим пассажирам. Это была последняя информация нашего информационного выпуску. У студии працывала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жидаем вам пленого дня. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова